Антонио Василакис 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 Василакис показывал эту картину своим друзьям, говоря «Это бремя, которое я буду нести до конца своей жизни». В 1559 году монахи-бедитектинцы из Сан-Джорджио Маджори решили обосновать свою церковь. Они призвали Андрея Палладио исполнить работу, но к его смерти, 20 годами позже, работы были еще не завершены, после чего аббат призвал Василакиса вверх лучше, на его взгляд, предварительно набросок для центрального алтаря церкви. В 1594 году Василакис, рекомендованный беденитектинцам, взялся писать цикл картин в составе «Жизнь Христа» для церкви святого Петра в горе Перуджа, которая принадлежала тому же монашескому ворту. Десять картин сохранились на своем первоначальном месте. Ну и, конечно, монументальный апофеоз ордена беденитектинцев. Историческая картина по своим размерам 88 квадратных метров является второй самой большой картиной в Италии. Его последняя, скорее всего, работа – это рост в церкви Сан-Марио в Анзе в Падуе. В России в настоящее время находятся две работы художника – «Иудеев пустыни» и «Медный змеи» в 1580-х годах. Картины представлены в двухсветном зале картинного дома в Оренбауме. Василакис умер накануне Пасхи 1629 года, 73-летнем возрасте, был похоронен с почестями в церкви святого Виталия. Эта церковь находилась на той же площади, где находился и дом Василакиса. И несколькими годами ранее он написал для него воскрешение из мертвых и вознесения Господня. Запись в регистровой книге гласила. В 1629 год, 15 апреля, господин Антонио Альензе, художник возраста примерно 73-х лет, больной лихорадкой и катаром, умер 12-ми днями ранее. Ну и, конечно, надо сказать, что среди его учеников был Томмазо Далабелло. Ну вот примерно все, что мне удалось узнать в интернете о греческом художнике эпохи Возрождения, который работал в основном в Венеции и окрестностях, Антонио Василаки или Антониос Василакис. Так произносится. Все, пока-пока, до свидания, всего хорошего. Продолжение следует...